В Великом Новгороде состоялась встреча журналистов с молодежью, которая представляла Новгородскую область на Всемирном фестивале в Сочи. Ребята поделились впечатлениями. Новгородскую область на фестивале в Сочи представлял 41 участник. Эти ребята лучшие в своих сферах, будь то общественная деятельность, спорт или наука. Форуму предшествовал серьезный отбор. Вспоминая саму фестивальную неделю, большинство в первую очередь говорят о грандиозном масштабе. Это очень грандиозное событие. И в Сочи первый раз был, и в Олимпийском парке. И это было незабываемо и колоссально. То есть 25 тысяч человек, порядка 180 стран мира. То есть постоянно общение, взаимодействие с ребятами. И как во время лекций, так просто, когда были в свободное время, постоянно общались. Ребята там и песни пели, и танцевали. То есть чувство такого праздника большого. Ну, это было очень здорово. Однако сочинский фестиваль запомнился не только атмосферой праздника. Несмотря на разнообразие площадок и количество участников со всего мира, организаторы сумели удобно выстроить программу. Так, чтобы была возможность посещать мероприятия любого профиля для расширения кругозора. Шире стал и круг знакомств ребят. Кто-то из них просто завел приятельские отношения, но есть и те, кто наладил пути сотрудничества. Кроме делегации участников, в Сочи отправилась и группа из 31 волонтера, на чьи плечи легли обязанности в проведении фестиваля. Они увидели своеобразное закулисье. Я работала на церемонии открытия и закрытия. Я видела, как это все готовится, как люди переживают, делают, кричат, ругаются. Но все-таки добиваются вот такого вот масштабного результата. И хочется сказать, что я, наверное, подобных мероприятий не видела. И, наверное, я безумно рада, что я была именно волонтером и работала в этой области. Вернувшись домой, ребята не считают, что фестиваль закончился. Теперь опыт, знания и эмоции, которые они получили в Сочи, должны воплотиться в реальные инициативы. Максим Широковский, Савва Ушаков, Новости, Новгородское областное телевидение.